Электронные рецепты, электронные больничные, электронные проблемы. Использование системы здоровья всё ещё даётся нелегко. Семейные врачи жалуются, что слишком много времени уходит на объяснение пациентам, как работает система электронных рецептов. В то же время пациенты говорят, что порой на оформление пособия по болезни через новую систему уходит более часа. Подробности в сюжете Ксении Колесниковой. Рабочий день семейного врача вот уже три месяца начинается с тяжёлого вздоха. В стране эпидемия гриппа. Система, призванная упростить работу медика как минимум два-три раза в неделю, оказывается недоступна или работает очень медленно. Вдобавок, многие пациенты не знают, что делать с электронными рецептами. Если сам пациент не идёт за лекарствами, то в его профиле о здоровье должны быть записаны один-два человека, который могут сделать это вместо него. Либо врач должен спросить, будет он сам покупать лекарства, или это сделает кто-то другой. Тогда в рецепт надо вписать, кто заберёт медикаменты. И недостаточно только имени и фамилии человека, но нужен и его персональный код. Национальная служба здоровья распространяет вот такие вот буклеты. Если его открыть, на первой же странице описано, как пользоваться рецептом. То, что здесь не описано, это то, что пациент должен знать персональный код своих родственников, если родственникам придётся забирать вместо него лекарства, которые ему прописал врач. В Национальной службе здоровья говорят, что кампания по информированию населения идёт с 2017 года и на неё ушли примерно 100 тысяч евро. Поэтому незнания пациентов объясняют новизной системы. Начиная пользоваться любой новой услугой, любой новой системой, поначалу могут быть неясности. В таком случае мы призываем использовать специально созданную службу поддержки, получить ответы на неясные вопросы или воспользоваться материалами, которые доступны на портале. В одном из чего не могу найти, где у меня это больничный электронный файл будет, а в другом, в третьем, не поймёшь ничего. Вот так Эйнарс описывает свою попытку послать электронный запрос на пособие по болезни. На поиски нужного раздела он потратил полтора часа. Признаётся, что его спасла случайно найденная в интернете презентация с пошаговым описанием действий. В агентстве социального страхования советуют, чтобы не блужать по всему интернету, лучше оформлять пособие через их домашнюю страничку, а не через систему Эздоровья. Там сразу же на первой странице есть ссылка на услугу. Заявление можно подать и здесь, по адресу Лачплаша 70А. У нас внизу есть ящичек, в который можно опустить заполненный документ. Если больничный лист выписан электронно, то в заявке надо указать номер больничного листа, чтобы мы потом могли запросить его из системы Эздоровья. Ксения Колесникова, Кришианус Лейтес, Латвийское телевидение.